В эфире программа «День города» в студии Марина Комиссарова. Здравствуйте! Главные темы на сегодня – «Всё могут короли». Лучшим актёром России стал актёр театра драмы Александр Зайцев. Рязанец Руслан Немировский установил рекорд России по самой продолжительной чеканке мяча. В течение пяти часов спортсмен удерживал мяч в воздухе. Сломай сигарету, пока сигареты не сломал и тебя. В Рязанском медицинском университете прошла акция, приуроченная ко Всемирному дню отказа от курения. Минздрав Российской Федерации предложил запретить продавать табачные изделия всем, кто родился после 2015 года. Одной из главных задач ведомства будет создание таких условий, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова на пресс-конференции в преддверии Всемирного дня отказа от курения. То есть доступ к табачной продукции новому поколению в течение всей жизни планируется закрыть. В России с 2013 года ведется активная борьба с курением. Сначала было запрещено курить на стадионах, в образовательных учреждениях, больницах, на детских площадках и в самолетах. С 2014 года список мест, где запрещено курение, пополнился гостиницами, кафе, ресторанами, поездами, вокзалами и аэропортами. Активно продолжается борьба и по сей день. Статистика сообщает, что каждая десятая женщина в России курит, а 50-60% мужчин – заядлые курильщики. Несмотря на усилия здравоохранительных организаций, не так уж много людей бросает курить. Не помогает даже риск смерти. Курение и заболевание, которое оно вызывает, каждый год убивают около миллиона россиян. Это куда больше, чем от СПИДа, аварий на дорогах или употребление тяжелых наркотиков. Каждый год огромное количество денег тратится на то, чтобы разъяснить вред курения, разработать новые методы избавления от зависимости и донести до населения уже существующее. Курение – не просто вредная привычка, но глобальная проблема всего мирового сообщества. Не случайно на планете существует сразу два дня, посвященных борьбе с табаком. Один из них празднует в ноябре, другой – в последний день весны. И кто, если не будущие медики, должны понимать важность отказа от табака? Сегодня на территории медицинского городка собрались десятки студентов, чтобы поучаствовать в акции «Сломай сигарету, пока сигарета не сломала тебя». Курить не модно, курить не актуально, курить некрасиво. Именно такие призывы слышали сегодня с трибун. Действительно, в последние годы гораздо более популярными в молодежной среде стали занятия, например, спортом. Почти в каждом дворе установлены площадки для воркаута или турники. Символично, что на территории медгородка сегодня тоже организовали несколько площадок для спортивной деятельности. Студенты с видимым удовольствием демонстрировали, что готовы вести здоровый образ жизни и, как будущие медицинские работники, тем самым подавать пример обществу. Я думаю, что молодежь на самом деле в скором времени одумается, чтобы были здоровые дальше дети у них, ну и девушки, чтобы большинство сейчас курит девушек, смотреть очень приятно на это. Я думаю, что они в скором времени одумаются, перестанут это все делать. На самом деле, когда становишься врачом или медсестрой, нужно поддерживать здоровый образ жизни, чтобы показывать пример своим больным. Всем желающим прямо на крыльце вуза измеряли объем легких и определяли возможные проблемы. Мы сейчас определяем примерный возраст легких в зависимости от функциональных характеристик дыхательной системы. У нас портативное устройство здесь, в которое мы заносим данные возраста, рост, пол. Сколько у вас роста? Для студентов, которые пока еще не отказались от курения, организаторы акции предложили фрукты в обмен на сигареты. Надо сказать, в окончании мероприятия яблоки и апельсины раздавали уже просто так, потому что курящих среди студентов вуза оказалось не так много. Надеюсь, что мы дойдем до того дня, когда у нас практически ребята не будут собираться, не будут приходить. И курение уже потеряет абсолютно всякую привлекательность и интерес для молодежи. Но сейчас мы пока говорим о том, что нам еще надо снижать и темпы роста тех, кто вновь стал курить, и снижать то количество людей, которые еще курят. И тогда, конечно, здоровье нации, здоровье населения будет возрастать. Поэтому мы хотим рассказать ребятам, еще раз об этом напомнить, еще раз акцентировать их внимание на том, что курить – это не модно, курить – это плохо, курить не нужно. И тогда, наверное, они будут об этом рассказывать, может быть, в своей среде. И уже тогда, когда они будут работать в системе практического здравоохранения, будут рассказывать об этом своим пациентам и убеждать их не курить. Прозвучал лозунг «Не курящим ректорам, не курящим студентам». Вы не курите? Я не курил никогда. Как так вот получилось, не курю и не курил. И всех к этому призываю. Акция «Сломай сигарету, пока сигареты не сломала тебя» не является разовой. Медуниверситет в течение всего года ведет активную работу по борьбе с курением и просветительскую деятельность, направленную на то, чтобы максимальное количество курящих, наконец, отказалось от пагубной привычки. Забота о здоровье – дело прежде всего каждого из нас. А задача врача – помочь не только вылечить заболевание, но предупредить его. С каждым годом на улицах нашего города все больше желающих променять автомобиль на двухколесного друга. Миновать пробки и сэкономить на техобслуживании и бензине. К тому же поддерживать хорошую физическую форму, как бы между делом, не выделяя дополнительного времени. Плюсы велосипеда можно перечислять и далее. Сегодня, в Международный день велоспорта, мы решили выяснить, почему два колеса часто бывают лучше, чем четыре. Собрать вещи в рюкзак и отправиться в Европу. Дороговизна и толпы туристов в самых популярных местах вовсе не стали препятствием для группы ребят, которые решили все задачи сразу, выбрав в качестве средства передвижения велосипед. Очень здорово путешествовать на велосипеде. Этому есть три очень важных фактора. Первое – это то, что охватываются большие пространства. В отличие от пешего похода, здесь проезжается в день 100-150 километров при не таких больших физических нагрузках. Второй фактор – ты видишь страну. Если ты сидишь, сидя за рулем своего автомобиля, видишь мир через стекло, то здесь на велосипеде ты видишь, слышишь, чувствуешь всю страну, которую ты посещаешь. Ну и третье, как ни странно, велосипед – это один из самых дешевых способов путешествовать, потому что есть стоимость билета на поезде или на самолете до страны, а дальше уже практически можно садиться в седло и крутить педали. И поэтому путешествие на велосипеде всеми рекомендую. Это очень интересно, несложно. Тысячи километров по Европе и 800 километров по Марокко. За плечами Алексея. Для того, чтобы преодолеть на велосипеде такие расстояния, Алексею и его команде понадобилось в обоих случаях по две недели. Таким же образом, по мнению Алексея, можно путешествовать не только по далеким странам, но и внутри родного региона. В путешествии по Европе я наконец-то увидел, что такое велодорожка. Это та дорожка, не которая убогая маленькая полосочка асфальта рядом с основной автомобильной дорогой, а полноценный маршрут. После этого у меня родилась мысль, что Рязань – это вообще мекка для велотуризма, потому что у нас рядом расположены очень интересные объекты. Солодчо, Пощупово, Константиново, Рязань. Все это можно объехать за день-полтора в зависимости от физической подготовки. И поэтому родилась идея, почему бы не создать веломаршрут, который объединил бы вот эти все точки, промаркировать его, ну и в будущем в мечтах – это создать велодорожку. Был написан проект, мы начали сейчас общаться с администрацией города. В ближайшее время в планах Алексея объехать на велосипеде Норвегию. Между тем популярность велосипедного спорта растет не только в туристическом смысле. И свидетельством тому – велопарад, который прошел в городе уже во второй раз. В этом году на старт велопробега вышло более двух тысяч человек. Для кого-то участие в акции стало возможностью продемонстрировать спортивную форму, для кого-то похвастать велосипедом последней модели, отражающим их индивидуальность. Кто-то и вовсе присоединился из-за возможности на деле показать свою любовь к этому средству передвижения. Само название акции – велопарад – является способом выражения отношения рязанцев к велосипеду. Масштабные колонны участники проследовали по центральным улицам города до торгового центра М5Мол. Все могут короли. И с этим не поспоришь, когда лучшим актером России становится рязанец. Заслуженный артист России Александр Зайцев получил премию Межрегионального театрального фестиваля имени Николая Рыбакова за главную роль в спектакле «Король лир». В юбилейном 10-м фестивале работа Гульнары Головинской не оставила соперникам никаких шансов на победу. В Тамбове назвали имена лауреатов 10-го Межрегионального театрального фестиваля имени Рыбакова. Премия «Актер России» удостоен заслуженный артист Российской Федерации Александр Зайцев, исполнитель главной роли в спектакле «Король лир» Рязанского театра драмы. Великая трагедия Уильяма Шекспира стала первой постановкой на рязанской сцене режиссера Гульнары Головинской, которая решила представить историю о «Короле лире», который считал, что за материальное благо можно купить даже любовь и взаимопонимание, необычно совместив классический текст в переводе Бориса Пастернака с современными декорациями и необычной подачей материала. Гульнара, конечно, она молочина, она молочина. Она знала, что делает, как режиссер. Это уже было приятно. Но она задала нам изначально такую жесткую, даже жестокую форму, которую оправдать было невозможно. И у нас у всех, не только у меня, у всего постановщего коллектива, было изначально жуткое отторжение. И вот это единственный может быть случай даже из моей актерской практики, когда от полной ненависти к потрясающей любви мы пришли друг к другу. Трагедия «Короля лира» не только результат увлечения мнимыми идеалами. Рожденными, положением и деньгами. Но и исход судьбы человека, чересчур увлекшегося своим величием, поверившим то, что он равен Богу и может решать судьбы других. Именно таким предстает персонаж в исполнении заслуженного артиста России Александра Зайцева, который сыграл в спектакле главную роль. Это история человека длиною в огромную-огромную жизнь. Жизнь, она непредсказуема. Бог узнает, как сложится. Есть что играть, роль очень любопытная. Для меня, конечно, было странно, честно говоря, на значении, потому что если вы читали «Песу», этому дедушке 80 лет, но Гульня рассказала, что если взять актера примерно этого возраста, то там актуальность, которая предполагается в спектакле, дедушка не выдержит. С этим очень нужно много физического здоровья, очень много можно абсолютно. Впереди новые фестивали. В сентябре король Лир поедет в Калугу. В планах дружественные гастроли в Сербию, а также новые роли. Телеканал «Че» совместно со студией «Еллоу Блэк Энд Уайт» приступил к съемкам нового комедийного сериала «Товарищи мужики». Состоять сериал будет из 20 серий. Режиссером выступит Роман Фокин. «Четыре друга», «Одно общее дело», «Тысяча проблем» и «Вся правда о мужиках осенью ночи». Народная мудрость гласит, хочешь поссориться с другом – открой с ним совместный бизнес. Но ведь настоящая мужская дружба может выдержать любое испытание. Не правда ли? Это наши герои и проверят. Трое закадычных друзей – Эдик, Паша и Сева – думали, что жизнью больше не будет преподносить сюрпризы. Красно-желто-зеленые приключения остались позади. И теперь все идет своим чередом. У Эдика своя студия звукозаписи. Паша старательно делает карьеру на ТВ. А Сева затеял грандиозный переезд. И тут в эту идиллию вырывается четвертый давно забытый друг Роман. Он недавно вернулся из Америки и полон идей и планов. Рома предлагает друзьям вложиться в нереально успешный бизнес и открыть автосервис. Но почему-то все идет не по идеальному бизнес-плану. А вскоре к вопросам с бизнесом прибавляются и традиционные семейные проблемы. Нет, наш колокольчик. Наша телекомпания побывала в Шадском районе, чтобы познакомить телезрителей с достопримечательностями этого края. Известным далеко за пределами Рязанской области является Свято-Успенский Вышинский женский монастырь, в который съезжаются паломники со всего мира. Чтобы добраться от Рязани до Свято-Успенского Вышинского монастыря, нам пришлось проехать порядка 200 километров. Если подобный километраж изначально показался нам значительным, то после того, как мы узнали, что ежегодно монастырь посещают тысячи паломников со всего мира, мнение наше несколько изменилось. Всего-то 200 километров, и вы оказываетесь в другом мире, где у вас появляется возможность прикоснуться к святыням. Первые упоминания монастыря относятся к 1625 году, но, по всей видимости, он был основан гораздо раньше, просто располагался на противоположном берегу реки Выше. Однако из-за возможности затопления обители с разрешением матери первого царя из рода Романовых, который являлся крупной местной землевладелицей, монастырь был перенесен на это место. Там были некоторые неудобства для монахов, и они еще заметили, что вот именно это место какое-то необыкновенное. Вот в чем эта необыкновенность? Они заметили, что их немногочисленный скот сюда уходил, что пчелы, которых они держали, тоже сюда улетали. И самое главное, во время ночной молитвы старцы видели именно над этим местом необыкновенный свет. В истории монастыря были периоды упадка и расцвета, но на сегодняшний день о нем знают во всем мире в связи с именем святителя Феофана, который прибыл в Вышинскую пустынь в 1886 году с Владимирской кафедры. Святитель Феофан прожил в монастыре 6 лет, а после ушел в затвор. И 22 года провел в полном уединении, молитве и богослужениях, собственноручно устроив небольшой домовый храм Богоявления Господня. Он в письмах, когда уже здесь в затворе находился, вспоминает так. Вы называете меня счастливым, я чувствую себя здесь таковым. И Выше Своги не применяют ни на Санкт-Петербургскую митрополию, ни на патриаршество, если у нас его установят и меня туда поставят. Выше можно применять только на Царстве Небесном. Сегодня на территории обители, в том самом помещении, где затворился святитель Феофан, устроен музей, который рассказывает об истории монастыря и о жизни и трудах Феофана Затворника. Здесь можно увидеть устроенную им домовую церковь, иконы, написанные рукой старца, и представить, как проходила его жизнь в затворе. Скончался святитель Феофан в 1894 году, а в 1988 он был прославлен в лике святителей. Сегодня его мощи хранятся в Казанском соборе Вышинского монастыря. Рязанец Руслан Немировский установил рекорд России по самой продолжительной чеканке мяча. Это настоящее искусство – подчинить себе непокорный мяч и выполнять трюки, не подвластные обычному человеку. Сегодня, глядя на Руслана, сложно поверить в то, что еще несколько лет назад молодой человек не мог мечтать о спортивной карьере. Наша телекомпания выступила генеральным информационным спонсором и в течение нескольких часов вела онлайн-трансляцию с места событий. Руслан планировал чеканить мячом как минимум 25 часов, чтобы превысить мировой рекорд и попасть в Книгу рекордов Геннесса. Но во время чеканки у него закружилась голова и он упал. Несмотря на то, что этого времени хватило, чтобы стать рекордсменом России, сам спортсмен с собой недоволен. По словам Руслана, много факторов повлияло на то, что рекорд Геннесса установлен не был. Теперь сделаны выводы, ошибки учтены и есть огромное желание двигаться дальше и покорять новые вершины. В следующий раз Геннесс будет покорен. А пока тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Я буду тщательно и основательно готовиться. Не знаю, ближайшее лето и, наверное, осень я потрачу на подготовку. Наверное, ближе к зиме. Ну и, конечно, хочется пожелать спортсмену успехов. А подробное интервью с Русланом можно будет посмотреть в самом ближайшем будущем в программе Олеси Харлиной «Человек в городе». На нашем телеканале. И в пятничном выпуске новостей. Это все темы на сегодня. Еще больше новостей, а также авторские программы на нашем сайте город62.тв. Будьте с нами. А мы прощаемся с вами до завтра. Хорошего вечера. Генеральный спонсор программы – жилищный комплекс «Дядьково». Весь май квартиры площади 41 квадратный метр от 1 150 000 рублей. По ипотеке с государственной поддержкой. Жилищный комплекс «Дядьково» – надежное качество по доступной цене. Звони 997722. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова